Тема менопаузы и применение во время менопаузы гормональной терапии связано с самыми разными мифами. Начиная с того, что гормональная терапия это какое-то самое страшное зло и заканчивая тем, что якобы она может вызвать массу заболеваний, включая такие страшные, даже смертельные заболевания, как тромбоз и рак. Сегодня я хочу развеять самые часто встречаемые мифы, касающиеся менопаузальной гормональной терапии, потому что но очень многие женщины, в том числе и врачи, верят в эти мифы. Здравствуйте, мои дорогие! Тема сегодняшнего видео, пожалуй, вызывает наибольшее количество самых разных мнений, дискуссий и, конечно же, вопросов. Потому что тема менопаузы и применение во время менопаузы гормональной терапии связано с самыми разными мифами. Начиная с того, что гормональная терапия это какое-то самое страшное зло и заканчивая тем, что якобы она может вызвать массу заболеваний, включая такие страшные, даже смертельные заболевания, как тромбоз и рак. Представлюсь для тех, кто меня не знает и не смотрел другие видео на моем канале. Меня зовут Назимова Евгения и я врач-гинеколог-эндокринолог. Более 20 лет я занимаюсь проблемами женского здоровья и веду свой блог в Инстаграм. В блоге я регулярно делюсь советами, как сохранить молодость, здоровье и гормональный баланс в любом возрасте. По ссылке в описании к видео вы можете на него подписаться. Но вернемся к нашей теме. Сегодня я хочу развеять самые часто встречаемые мифы, касающиеся менопаузальной гормональной терапии. Потому что очень многие женщины, в том числе и врачи, верят в эти мифы. Миф первый. Мега-Т вызывает тромбоз, варикоз, рак, сердечно-сосудистые заболевания и много чего еще. Но это точно не так, потому что менопаузальная гормональная терапия сама по себе ничего не вызывает. Есть люди, у которых есть генетические склонности к тем или иным проблемам, связанным со здоровьем. Ну, например, тромбоз. Эти гены есть у человека всегда. Просто до тех пор, пока женщина не принимает гормональную терапию, эти гены никак не работают. Но если она начнет использовать гормональные препараты, плюс будут работать еще факторы риска, потому что тромбозы увеличиваются с возрастом, например, возраст больше 35 лет является фактором риска. При увеличении веса, при малоподвижном образе жизни, курении, при перелетах и так далее и тому подобное. И если соберутся вместе несколько факторов риска, то да, у такой женщины может случиться тромбоз. Но это не значит, что менопаузальная гормональная терапия вызвала этот процесс. Просто нужно тщательно обследоваться перед назначением гормонов. И в том случае, если у вас есть предрасположенность к таким процессам, решить, каким образом можно снизить эти риски. Возможно, кому-то необходимо будет отказаться от гормональной терапии. Но это крайне редкий случай. В большинстве своем нужно будет просто правильно назначить эту терапию, чтобы она не вызывала никаких проблем. Идем дальше. Второй миф. МГТ противопоказано, если ранее у женщины был рак. Да, безусловно, есть раки, которые связаны с приемом гормонов. Или с гормональными процессами, которые происходят в организме в естественных условиях. Это прежде всего рак молочной железы. И то только в том случае, если этот рак гормонозависимый. Потому что сейчас при выявлении онкологического заболевания молочной железы, есть возможность проводить исследование опухоли на чувствительность к гормонам. И не всегда рак молочной железы вообще как-то связан с влиянием гормон. Второй рак, который учитываем при назначении менопаузальной гормональной терапии, это рак матки. В том случае, если у женщины был рак матки, и также этот рак является гормоночувствительным, мы не рекомендуем использовать менопаузальную гормональную терапию. И то в последнее время, если рак такого плана у женщины был очень давно, она прошла лечение, и это лечение эффективно, в некоторых случаях назначается тот или иной вид гормональной терапии при необходимости. Все остальные раки не являются гормонально зависимыми и никак не связаны с приемом гормонов. Поэтому, если у женщины был рак шейки матки, рак кишечника, рак желудка и так далее, и тому подобное, мы не ограничиваем такую женщину в применении гормональной терапии, если у нее нет других противопоказаний. И еще один рак, который мы будем рассматривать в связи с назначением гормональной терапии, это рак яичников. В том случае, если есть в текущем моменте подозрение на рак яичников, либо женщина проходила лечение от этого заболевания, мы также воздержимся от гормональной терапии. Третий миф, самый любимый. Это действительно самая частая ситуация, которая озвучивается пациентками при упоминании о гормональной терапии в любом возрасте, будь то гормональная контрацепция или менопаузальная гормональная терапия. Это то, что от гормональной терапии можно растолстеть. Это тоже неправда. Более того, если женщина, находящаяся в возрасте менопаузы, не принимает менопаузальную гормональную терапию, то шанс растолстеть у нее гораздо больше, чем в том случае, если она будет ее принимать. Кроме того, жир у женщины, находящейся в возрасте менопаузы, распределяется совсем не так, как у молодой женщины. Он откладывается именно в самой неблагоприятной зоне, в области талии и передней стенки живота. И это так называемый висцеральный жир, поэтому женщина становится по фигуре похожей на яблоко. Это центральное ожирение считается самым неблагоприятным видом ожирения и связано с нарушением метаболизма различных гормонов, в том числе инсулина. Если женщина живет без половых гормонов, то эти процессы развиваются у нее порой очень быстро. А вот в том случае, если она получает менопаузальную гормональную терапию, этот эффект не развивается, основной обмен не снижается, энергия расходуется так же быстро, как и в молодом возрасте. И в том случае, если эта женщина не переедает, никакой прибавки веса у нее не будет, и она будет оставаться в хорошей форме и с тонкой талией, что очень важно в данной ситуации. Очень часто приходится слышать от своих пациенток, что они когда-то пробовали принимать гормональную терапию, и очень сильно прибавили в весе. Но я, как правило, не верю этим высказываниям. И когда мы начинаем разбираться с пациентками, что же действительно стало причиной увеличения веса, то часто оказывается, что здесь работают психологические причины. Просто если женщина очень сильно чего-то боится, например, боится поправиться в случае приема гормональной терапии, то, когда она начинает эту терапию все-таки принимать, доктор ее убедил, что это необходимо, что ей будет лучше, она испытывает тревогу и беспокойство. А что мы, женщины, начинаем делать, когда испытываем тревогу? Мы хотим чего-нибудь вкусного, чтобы восполнить себе недостаток положительных эмоций, чтобы вернуть себе равновесие, эмоциональная стабильность. Мы едим мороженое, торт, заедаем все это жареной картошкой, отбрасываем наши диетические предпочтения, которые мы раньше соблюдали для того, чтобы не прибавить вес. И, конечно же, прибавляем этот вес. Но это не связано абсолютно с тем, что вы принимаете гормоны. Нужно просто успокоиться, вернуться к своему обычному рациону, и вес благополучно уйдет, потому что сама по себе гормональная терапия, еще раз повторю, никакого влияния на прибавку веса не оказывает. Только положительное, да, то есть способность снизить ваш вес. Миф четвертый. Чем позже начнешь принимать менопаузальную гормональную терапию, тем лучше. А до этого нужно справляться как можешь, используя правильное питание, здоровый образ жизни, принимая некие растительные препараты, витамины и так далее. А уж если станет совсем не в моготу, ну тогда уже мы придем к гормону. Но, к сожалению, это совершенно неправильная история, потому что для приема гормональной терапии существует так называемое окно терапевтических возможностей. Это тот период, в который гормональную терапию нужно начать принимать или уже отказаться от нее вовсе. Потому что чем дольше наш организм находится без половых гормонов, тем меньше пользы он может получить в том случае, если мы назначим эти препараты. Кроме того, в этот период в организме у всех абсолютно женщин накапливаются некие проблемы. Становится более плотной, менее эластичной стенка сосудов. Изменяется обмен веществ, повышается риск инсулинорезистентности и многие-многие другие процессы, которые уже приводят к определенным изменениям, а все это существенно повышает риски от использования гормональной терапии. И в том случае, если женщина уже несколько лет находится без гормонов, действительно назначение такой терапии может не дать ей желаемого улучшения ситуации и при этом еще и увеличить риски. У меня недавно была такая история. Моя пациентка, которая наблюдалась у меня несколько лет с возрастом переменопаузы, когда у нее только-только начинались проблемы с гормонами. Я ей настоятельно рекомендовала все-таки начать принимать гормональную терапию. Она ко мне несколько раз ходила, мы с ней все время все обсуждали, но она так и не решилась ее начать. И вот сейчас, с момента прекращения менструации, у нее прошло практически 10 лет, она переехала жить в другой город и недавно написала мне письмо о том, что она очень жалеет, что она меня не послушала. И теперь она абсолютно готова начать принимать гормональную терапию, потому что она видит, что все то, что я говорила ей о тех процессах, которые будут происходить в ее организме, о тех изменениях, которые неизбежно случатся вот примерно как раз через 10 лет, они у нее начали происходить. И она понимает, что все это можно было решить с помощью менопаузальной гормональной терапии. Я честно ответила ей, что сейчас, так как прошло уже много времени с момента последней менструации, вероятность того, что я назначу ей гормональную терапию, очень мала. Да, безусловно, мы можем обсудить этот вопрос, обследоваться и взвесить все за и против. Но, конечно, в такой ситуации, даже если это будет возможно, эффективность данной терапии будет существенно ниже, чем то, что она могла бы получить, если бы прислушалась к моим советам вовремя. Поэтому этот временной фактор для начала гормональной терапии очень важен. Миф пятый. Менопаузальная гормональная терапия очень вредна и лучше ее не использовать, а вместо нее принимать натуральные фитоэстрогены и биологически активные добавки, БАДы. Это очень распространенное мнение, и даже очень многие врачи, даже гинекологи поддерживают это мнение и не рекомендуют своим пациенткам начинать прием гормональной терапии. Говорят, что все то же самое можно делать с помощью натуральных биологически активных добавок. Но это правда только отчасти, потому что действительно различные натуральные препараты, фитопрепараты, БАДы, они могут заместить какие-то функции гормонов, то есть они обладают структурой, несколько схожей со структурой гормона эстрогена, и могут так или иначе присоединяться к тем же рецепторам, что эстроген, и в результате вызывать некоторые эффекты, которые вызывает эстроген. Но только некоторые эффекты и только в очень незначительной степени. Полноценной заменой нашим родным гормонам, которые вырабатывают с яичниками, может быть только правильно подобранная аминопаузальная гормональная терапия. Если вы не хотите принимать гормональную терапию, либо так сложилось, что при обследовании у вас выявлены противопоказания для этой терапии, да, безусловно, мы можем сформировать вам схему лечения, которая использует натуральные фитопрепараты, и с помощью этих препаратов достаточно хорошо поддерживать ваш организм. Но полноценной замены, к сожалению, вы не получите. И здесь уже все будет зависеть от вашей генетики. Очень часто приходится слышать о том, что какая-то женщина прекрасно выглядит, прекрасно себя чувствует в достаточно серьезном возрасте, и при этом она не принимала никаких гормональных препаратов. Да, такое возможно. Но это не значит, что и вы, и ваша соседка тоже смогут так сделать. Потому что у каждой женщины своя генетическая программа. Кому-то, к сожалению, повезло меньше, и в его генетической программе заложены достаточно серьезные проблемы со здоровьем, которые начнут активироваться, как только эта женщина останется без гормональных стимулов. А другая женщина прекрасно сможет жить и без половых гормонов, так как у нее действительно очень сильная генетика, очень хорошее, мощное здоровье, и она, несмотря на отсутствие такого важного гормона, сможет быть здоровой и действительно прожить качественную и долгую жизнь. Мир шестой. Прием. Менопаузальная гормональная терапия решает, как волшебная палочка, все проблемы женщины. Делает ее красивее, моложе, здоровее, и можно больше ничего не делать, все само будет прекрасно. Это тоже неправда. Менопаузальная гормональная терапия только позволяет организму функционировать полноценно во всех сферах, касающихся именно влияния половых гормонов. Если в этот момент у вас не работает щитовидная железа, имеется дефицит витаминов, микроэлементов, или у вас выраженный лишний вес, независимо от того, будут ли у вас в порядке половые гормоны или нет, вы все равно будете испытывать связанные с этим проблемы. И нельзя сказать, что только одним назначением менопаузальной гормональной терапии мы решим все ваши проблемы. В том случае, если у вас есть еще какие-то проблемы со здоровьем, их нужно решать параллельно. И только в этом случае вы получите максимальный результат, который действительно позволит вам и выглядеть хорошо, и чувствовать себя молодой и красивой. На сегодня это все. Надеюсь, мне удалось развеять мифы о менопаузальной гормональной терапии. Пишите в комментариях ваши вопросы по этой теме. Или если вы слышали какие-то мифы, или думаете, что это не миф, а правда, тоже пишите. Будем разбираться. До новых встреч! И подписывайтесь на мой канал, если вам интересна тема женского здоровья. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!